Сегодня много людей с ушибами и переломами обратились за помощью в травмпункты. Врачи уже почти неделю работают в напряженном режиме. Только в столице каждый день 50 обращений. Чаще всего люди падают на скользких тротуарах. Утром здоровым и бодрым отправился на работу. Через час уже с открытым больничным и в гипсе вернулся домой. Таких историй сегодня с десяток только в столице. С утра в приемной травмпункта была очередь. Врачи только и успевали делать рентген и отправлять пациентов в перевязочную. С 8 часов утра до 12 мы уже приняли около 15 пациентов. В основном это травмы голеностопного сустава, кистевого сустава, черепно-мозговые травмы. Все пациенты осмотрены клиникой генологической. Были даны рекомендации пациента и отпущены на дальнейшее амбулаторное лечение. Уличные травмы участились еще в конце прошлой недели, когда только выпал снег. Сейчас падений и травм стало еще больше. Снег начал оттаивать и превращаться в лед. Утром тротуары были очень скользкими. К полудню на солнце лед потаял, но не везде. Сейчас тротуары больше похожи на лоскутное одеяло. Есть места со снегом, льдом или вот такие сухие, где для пешеходов ходить уже безопасно. Основные пешеходные зоны песком посыпают регулярно. Но и это не гарантирует идеального сцепления с поверхностью. Сегодня скользко? Для меня, да. У меня больные с пустами, я иду, остерегаюсь, потому что очень скользко. Ну, немножко. Ну, то оно быстро закончилось все. Уже комбинации? Уже хорошо. Но надо, конечно, обувь выбирать. Не скользкую. Скользко. Отскальзывались? Угу. Очень мало посыпано песком. Мы выходим, когда уже солнышко пригреет, и мы можем ходить. То есть с утра не рисковали? Да, нам не надо рисковать. Тротуары в ближайшие дни будут по-прежнему скользкими, особенно по утрам. Остатки снега, которые продолжают оттаивать, ночью снова замерзнут. И пешеходам снова придется преодолевать тротуарный каток. Поэтому нужно быть всегда на чеку и передвигаться осторожно. Юрий Зайц, Михаил Белый, ТСВ.